Всем привет! Была проделана грандиозная работа, подключилось много людей, Диман тебе спасибо за пересыл, было скачано много программ с интернета 2018 и 4R8 ZBrush и вот решение почему вот так вот все выглядит на планшетах. Кстати на компьютерах, на других мониторах так не выглядит. Все дело в расширении, что восьмерка сделана под другое расширение экрана, так что не переживайте, все это нормально. Конечно непонятно почему семерка именно под планшеты подходит и под мониторы, но наверное будущее ZBrush будет завязано наверное на других каких-то аппаратах, как вот сейчас планшеты наверное идут. Ну все, поехали, теперь давайте разберемся как сделать простую отвертку. В ZBrush 8, приступаем. Так, открываем цилиндр, вытягиваем его, уберем пока ориентиры, уменьшим, сделаем Make Polymesh и добавим дивайдов. Вот такая штука. Можно даже дивайды пока не добавлять, а просто сделать Dynamesh. Заходим в геометрии и чтоб потом не путаться делаем Dynamesh. Так, все это сделано, теперь делаем, так, сначала вот это все дело вытянем, с помощью геометрии, Size, люблю я эту кнопку, и потихоньку вот так вот ее вытянем. Вот теперь можно сделать дубликат, делаем дубликат, и дубликат можно установить будет по центру вот сюда вот, ну это на будущее кому понадобится. Но мы с дубликата будем делать совсем другое дело. Так, сначала добавим теперь вот этот Ring 3D, на него переключимся и прибавим ему объема в геометрии. Вот так вот. Для чего нам нужен дубликат цилиндра, так это чтобы отбить центр. Мы его уменьшаем, вставим прозрачность и делаем его больше. Вот таким делом. В принципе, середина дюжить большеватая. Давайте ее чуть-чуть прибавим, сделаем вот так поменьше. Так, эту заготовку мы сделали. Теперь давайте поработаем уже вот с этой вот сферой. Мы ее поднимем, в смысле круг, или как он тут называется, обод. Поднимем вверх. И, наверное, прикинем, как он тут установлен. Вот таким образом. Немножко его подкорректируем. Надо вот эту кнопку Size вынести. Я часто и работаю. Так, ну где-то вот так вот. И с помощью Move приподнимем вот до этого уровня. Так, ну где-то вот так вот все у нас получается. Так. Вот побольше возьмем. Ну и давайте теперь все это дело вычтем. Саптулы. Ставим на вычитание. Переключаемся на первую заготовку. И мой любимый Merge Down. Так, красота. Вычет хороший. Ну вот теперь будем работать вот с этой центральной частью. Она не пропадет. Так, кстати, ее можно также отдублировать. А можно просто приобщить к другому делу. Ставим опять геометрии. Так, на чем мы тут? Переключаемся на нашу заготовку. Ставим геометрии. И вот так вот ее делаем меньше. А вот так вот делаем больше. Так. Вот такая штука у нас вышла. Так, теперь ArrayMesh. Прикольная тут, конечно, штука. ArrayMesh. Ставим четверочку. Ставим 4. Enter. Теперь ротация. Смотрим, по какой мы оси. И ставим 360. Переходим на пивот. И смотрим опять, по какой мы оси. Вот так их разводим. Смотрим, что у нас получилось. Любимая опять моя геометрия. Уменьшаем. Ставим прозрачность. Так, откорректируем теперь вот эту нашу заготовку. И немножко давайте ее в ArrayMesh разведем. вот таким образом. И опять подкорректируем. Смотрим по заготовке. Можно ее уменьшить. в геометрии. И немножко ее вот так вот уменьшим, чтобы вот эти круги сильно туда не входили. Вот так вот. Ну и теперь ArrayMesh, вот это вот, вот этот Subtool закорректируем. Опять же, в геометрии. И вот эту часть уменьшим вот так вот. Смотрим, что да как. Вот так вот. Выровняем немножко наш Subtool. Вот сюда вот так вот. И все по старому принципу. Будем делать Live Boolean. Переключаемся наверх и жмем вычитание. Вот такая ручка у нас получилась для отвертки. Что теперь можно сделать? Заходим в Boolean. Make Boolean Mesh. Жмем. И вот эту вот нашу заготовку уже включаем. Проделаем еще кое-какие операции. Зайдем в Subtool. Жмем Append. Добавляем Cube. И сразу добавляем сферу. Переключимся сначала на Cube. Давайте его опустим вот так вот вниз. Так, в симметрии у нас все хорошо. И теперь вопрос в чем? Зачем нам куб? Для куба мы сделаем геометрии и сделаем Dynamics. Вот таким образом. И теперь заходим в Subtool. Переключаемся на сферу и вот так ее опустим. Посмотрим по прозрачности. Уменьшим ее в сайзе. Вот так вот. Ну ничего, так в принципе нормально выглядит. И теперь вычтем значит нашу сферу из куба. жмем Merge Down и жмем снять выделение. вот таким образом посмотрим. Вот таким образом посмотрим. Так. Ну теперь давайте опять вычитание поставим. И так, сначала уберем, сделаем дубликат. так. Эту часть мы перенесем вниз, а вот с этой давайте поработаем. Ну вдруг мало ли косяк будет. Эти отключим Subtool, а эти будем работать с вычитанием. Жмем Merge Down и снимаем выделение. Ну в принципе нормальная такая заготовка получилась снизу. Теперь можно это все делая сделать Relax или так сделать Polish By Group Вот так вот. Рифленка. Вообще классно. Вот этот край верхний можно точно так же сделать. Так. И что теперь можно сделать? Теперь давайте добавим Append добавим так цилиндр. Переключимся на цилиндр. И все по тому же принципу уменьшаем. Ставим прозрачность. Еще уменьшаем. Вытягиваем. Еще уменьшаем. И еще раз вытягиваем. теперь ставим Moff и вот так поднимаем кверху. Так. Все. Это дело мы сделали. Теперь вариант чтобы сделать саму отвертку можно опять же из цилиндра ее сделать. жмем Subtool. Можем сделать вот этому дубликат чтобы не добавлять цилиндр. Он уже по размеру. Так. И теперь немножко его уменьшим в геометре. Так. Уменьшаем. вот так вот поднимаем вот так кверху. Сделаем его чуть-чуть больше. Вот так вот. Сделаем уму теперь Dynamesh. Поработаем резкой давайте. Так. Включим вот этот Trim Curve. Посмотрим где у нас симметрия. Вот она. Выравниваем заготовку и вот так вот с помощью симметрии урезаем. Вот таким делом. так вот так мы все это дело выровняли и теперь давайте вот так вот. Чуть-чуть поднимем. Посмотрим что у нас получается. Чуть побольше резанем. Вот так вот. Так режем вот эту часть. Делаем по X зеркалку. Теперь режем вот эту часть. Смотрим как тут сбоку. Выравниваем и вот так вот еще можно прям таки посильнее ее отрезать. Вот так вот. И попробуем теперь отзеркалить. убираем прозрачность. Вот такая заготовка у нас получилась. Жмем саптулы. Объединим давайте вот этот все наши саптулы. Делаем мерчдаун и делаем мерчдаун. Так объединяем Ctrl W ставим резку теперь квадрат и вот так вот попробуем немножко порезать. тряп зайдем деформацию и можно сделать polish by group или релакс вот такая отвертка у нас получилась так но теперь можно раскрасить то у нас тут есть вот такая отвертка получилась принципе ничего сложного простейшая вещь тут кстати можно тоже бы прибрать вот так или просто сгладить используя трансформ симметрию и кисть поставить polish вот это polish все всем пока до свидания